Знаменитая соведущая Ивана Волгода, Алла Михеева. История леденящая кровь, надо было сказать? Не надо, сначала историю. Давай, ладно. Потому что сначала историю. У меня инструкция, я по инструкции все делаю. Значит, Алла Михеева знакома со многими звездными персонами. Она умеет расположить к себе людей. Но однажды такая ее открытость сыграла с ней ужасную шутку. Вот ее собственный рассказ. Это жуткая история. Я летела снимать репортаж в одно далекое место. Со мной летела звезда мужского пола. Мы летим рядом в бизнес-классе. Он взрослый для меня человек, которого я уважаю. Смотрел его фильмы. Мы мило поговорили. Но впоследствии Алла была шокирована тем, что ее дружелюбие мужчина воспринял как флирт. Я просыпаюсь от того, что берут мою руку и начинают гладить. Я сначала не поняла. Я посмотрела на человека, убрала руку. Молча ничего не сказала. Была странная ситуация. Когда был обратный перелет, я попросила, чтобы нас не сажали вместе. Я думаю, что эту историю надо было, конечно, подождать и рассказать лет через 25. А тогда бы она была еще более драматичной. Нет, сейчас все быстрее делается, чем у Харви Вайнштейна. Хорошо. Осталось только теперь вычислить, кто этот человек, который посмел взять девушку за руку. И как-то вот это вот, не разобравшись в ее тонких настройках и чувствах. Не надо говорить взять девушку за руку, потому что в данном случае девушка сама не восприняла это так просто, как вы это сформулировали. У нее остался неприятный осадок от этого. И все-таки, знаешь, вопрос, как делают, как совершается это действие. Я не знаю. Приставание. Игорь Борисович, как быть вот это? Как брать девушку за руку теперь? Ну, давайте, надо, я бы с удовольствием адвокатов пригласил или кого-нибудь еще. Это очень серьезная тема. Однозначно. В стране, в принципе, даже и поговорить нечем. Судя по всему, по трафику, который вот я наблюдаю сейчас, вот у нас на сайте и так далее, это номер один. Понимаете, что кто-то тронул, значит, нашу звезду. Конечно, об этом надо было... Почему тронул? Может быть, полез к ней? Вот так давайте скажем. За руку взял и погладил. Итак, задаем вопрос. Значит, погладил где? Погладил как? Да. Какой уровень нажима, значит, на то место, где было произведено вот это... Не твою же руку... Докуда догладил? Не твою же руку гладили, Игорь Борисович. Легко тебе. Значит, да. За какие части тела, например, какой уровень наказания, да, там, например, вот, где гладить? Где гладить безопаснее или, например, где гладить... Вот здесь, значит, предупреждение, от досюда штрафа до 100 тысяч, от досюда лишение свободы. Подождите, я считаю о том, что дождаться, когда девушка уснет, и пытаться что-то с ней сделать. Это отвратительно. Цитирую я. Хорошо. Юморист Азамата Мусагалиева. Совершенно верно. И в какой стадии должен находиться человек, понимаете, ну, значит, в момент, когда получает, значит, вот такой вот, такой знак внимания к себе. Алла, проснись сначала, да, нужно, и потом только. А потом можем дальше развернуть эту тему, а как людям пожениться, в принципе, если так. Как быть мужчине, например, как ему... Я, кстати, у меня появилась версия, нет. Другому человеку о своей любви, там, например. Ну, раньше можно было, например, погладить и посмотреть, как отреагирует, значит, как отреагирует пациент. Пациент не отреагировал, судя по всему, никак. Она просто взяла и написала большую статью. Нет, она убрала, убрала ручку. Вот. Знаешь, я думаю, что следующим образом спрашивать бесполезно, потому что, если ты спросишь, позвольте взять вас за руку и погладить, тоже может быть ранимой душой воспринято. Я тебе скажу, как это воспринимается. Раньше это воспринималось вот так. Так, если ты задаешь такой вопрос женщине, значит, ты не можешь жить вообще нифига. Она говорит, нет, однозначно и нет. Значит, ты тряпка, понимаешь, значит, ты не можешь ничего держать в твою руку. Прошли те времена. А сейчас ты даже, задавая эти вопросы, можешь стать абьюзером, триггером и прочее всякое разное. Ну, вот, может быть. Но я предлагаю следующий предложение такое. Я предлагаю прийти к следующей теме, честно. Ну, у нас есть же, ну, дайте я внесу предложение. Нам же как-то выкручивается, нам же жить с этим. Выпросительный, долгий, выпросительный взгляд. А долгий? Долгий, значит, сначала смотришь на нее, вот смотришь. Только на нее смотришь. На меня не надо. Ты поднимаешься, га. И потом, когда тебе протягивают руку, начинаешь ее осторожно гладить. Каждый раз, все время смотря в глаза. Нет, нет, между прочим, так, это не выход. Давайте, помните два капитана, да? Как издевался вот этот вот, уф, забыл его фамилию. Он смотрел по ночам на кого-то и тем самым испортил этому парню всю жизнь, понимаешь? За непонятный взгляд тоже есть какое-то наказание, по крайней мере. Тогда прекращаем межгендерные отношения и прекращаем размножаться. Итак, да, мы отработали только что важнейшую тему для нашей страны. И за это, друзья, вы получаете следующую. Да, более второстепенную, практически ни о чем. Но предлагаю ее послушать. Давайте.